Девушки отдыхают О чем мы говорили в первой серии Итак, у человека близко Грунтовой воды, хорошо если в 2-3 метрах Это в лучшем случае Проблемы А перед вами неубиваемый абрикос Из моего сада Не боится топора Не боится пилы Боится только сырости Смотрим, вспоминаем Танислав Аркадьевич прислал письмо Попросил все мои материалы Какие только есть Это 20 дисков Это электронная версия Книги, потом еще закажут И бумажные книги Чего и вам желаю Поэтому будем говорить еще и Про привычный нож Это целая проблема Вызов специалиста Тренироваться самому На березах Но поручить специалисту А тут такие у нас специалисты Что мне они все не нравятся Имеется ввиду те, кто учился По Классической технологии Вот это все мы Будем с вами проходить Вот А у человека Блестящее образование Параллельно науке садоводства Законы природы Общие И организмов человека И растений Это я считаю И это легло бы Славное садоводство И мы об этом будем говорить Потому что Если мы не будем сравнивать И будем калечить деревья Так как Вы бы не хотели калечить всех Отрезая ему руки, ноги Выкалывая глаза Отрезая уши Вот это вот происходит В мире растений Это очень важно Поэтому я просто Мне повезло Что я встретил человека Который Внимание Я встретил человека Который Ничего практически Садоводства не знает Повезло Вот это мы с вами проходили Глупая, ненужная работа Это мы проходили Как пример Приспособления растений Что природа Она мудрее нас И мы должны следовать ей Да, Юлечка? Вот Выпускница Агро-университета Моя ученица Редчайший случай Вот Что мы должны Растить сады так Чтобы они выдержали Любую погоду Вот Что вот этот снег Запросто сгноит Абрикосы Вот И что нам нужен склон И верхней Только верхней части Можно посадить Те самые Вот такие вот Деревья Это груши А в данном случае Абрикос Вот такой корневой Значит Если уж как есть Насадить В верхней части Здесь есть кулон Это у нашего уважаемого Станислава Аркадьевича Вот Проходили мы Вот это Вот попробуйте Угадать А Если вы не экстрасенс Или даже не белый каторщик Попробуйте Попробуйте угадать Это сколько надо Колодца вырыть Чтобы точно знать Что Вот здесь вот попадет Пропадет А вот здесь вот Слева или справа Видите Можно садить деревья С стержневыми корнями Все не так просто А это все На одном участке Изображено Я специально выбрал Очень характерное Убедились Вот Я очень надеюсь Что у Станислава Аркадьевича Будет вода Гораздо Там Ниже Вот Посмотрели мы На мошеннические сайты Мало того Что не мошеннические Это еще полбеды По 300 рублей 400 продают Это полбеды Вот видим ее фотографии Это полбеды Беда другая Цены 2000 3000 6000 Представляете Снова 2 Снова почти 4000 И это на мошеннических сайтах Почему? Потому что это не их Фотографии Вот 3800 Представляете Сколько Вот тут я насчитал Что эта фотография Присвоила больше 100 мошеннических сайт Нет Не обязательно мошеннические Но Продавать по 3800 Не имея маточного сада Вообще сада Это надо Иметь наглость И еще много 46 тысяч Я проверял Действительно 46 Вот Это еще простенькая слива Ну а Альтернатива Понятно Это Сергей Железов Продает Мой сын Вот это Приезжий Вот Но Вот к сожалению Станислав Аркадий Живет На другом конце России Вот Очень Очень далеко Можно сказать Так что На другом конце Между нами Тысячи километров Итак В этом месте Мы с вами Продолжим Вот Для меня Медик И садовод Это многое означает Потому что Еще раз Природи Законы Общие Для нас всех Отсюда Мой афоризм Садовод Не профессия А диагноз Станислав Аркадьевич Вот так В своих Больничных Приходит Человек Говорит Я садовод Значит Надо писать Диагноз Не Ходроз Не Радикулит Не артроз Не артрит Надо писать Садовод А остальное Все приморется Извините Я лезу Не в свою профессию Но это Шутка Еще Афоризм Время Проведенное В саду Не засчитывается В срок жизни Это Очень важно Смотрите У вас Там Для меня Хотя Несколько фотографий От вас Получил Аркадьевич Непонятно Было Как С ветрами А по Москве Такие Такой Ураган Пробежался Что даже Людей Убивал И вот Голая степь Сибирская степь Знаменитый Когда-то Он Кальский сад Его сразу После войны Посадили Вот Вот так Он защищен Тополями Видите Это просто Надо будет Прикинуть Как-то же вам Самим Откуда ветер Дует Вот Бывает Что Сама холмистая Место Защищает От ветра То есть Он как бы Скользит По верхушкам Если повезет Допустим Он северный Или западный Вот А Вы же Сами догадываетесь Или с этой стороны Ветер Допустим Слева направо Вот этот холм Будет Бит в холм А если Будет С правой стороны Будет Скользить По холму В общем Вы разбирайте Дальше Сами Теперь Самое главное Буду искушать Как дьявол Дело в том Что я Бородал бы Душу Дьявола В одном Случае Если бы Этот дьявол Сказал бы Я Помогу Напечатать Миллион экземпляров Ваших книг Я сделаю так Что все книги Попадут в школы Университеты Институты И академии Вот И тогда Ради того Чтобы Нет Меня Мои друзья Богословы Будут ругать За такие слова Итак Вы с вами Видели Ваш участок Да Вот И Вот он Зеленый Ну ладно Не буду возвращаться Первое направление По Хольцеру Показываю Похожий участок В городе Ленинск-Кузнецкий Нет Вначале Это один Один из наших друзей Который Увлекся идеями Хольцера И вот Выкопал котлован И сделал Вот такую Горушку Вот И тут посадил Абрикос Видите Даже доцвели Вот Это один Пример У меня их Не много Но вот Яркий пример Это вот Это вот Ленинск-Кузнецкий Тоже Сибирь Так Здесь Тоже Видите Где вода Близко И И Сделал Сказку Вот Видите Я пишу Железу Кандировка Кузбасс Доктору Хану Вот его Участок Я ходил С рамками Очень много Очень много Гепатогенных зон Считайте Что Все Это Гепатогенная Зона Потому Что Вода Близко Вот После Переделки Видите Вот эти Холмы Сделал А на них Посадил Деревья Ну И Понимаете Если Этим Ограничиться 20 30 Ну Полсотни Деревь Вот Которые Благодаря Холмам Все Таки Может быть Корни Не Вымокнут И Внимание Вот Такая Красота Вот Я Плюет Без отказа Так Обывателям Я Не вас Имею ввиду Станислав Акадь Вы Захотели Повторить Полностью Мой успех И вырастить Лучший сад Подмосковый Я сказал Пожалуйста Можем Лучший сад В России У вас же Теплее Но Есть Проблема У вас Углинок У вас Ближе Грунтовые Воды Поэтому Удастся ли Посмотрим Продолжаем Итак Два Варианта Первый Выписывайте Готовые Усаженцы Где еще Выписать Я В своих 137 Вебинарах Показывал Сотни Фильмов Плодопитомников Из Плодопитомников Не фильмов А фотографий То что Не производят Это дикий ужас Все это Уже давно Попадало Хотя бы В тот Ураганный Ветер Ваш Страшнейший Вот Потому что Иначе быть не может Искусственный Штамп До высоты Почти метра Это еще Усаженцев А потом Еще будет Расти А потом Даже Дерево Сломается Много Всего Вот Сейчас Ладно Ой не знаю Отвлекаться Не отвлекаться Отвлекаться Не отвлекаться Кстати Вот это вот Провокация Видите Моя фотография Видите Кружочек Вот Вот Мое лицо Зовут Меня Валерий Вот Как теперь Вот так Агитирует Если Железов Подразумеваюсь Я Почему Там Ниже Мои Эти Самые Мои Материалы Подразумеваюсь Именно Я Не Кто Небудь Хотя Здесь Фамилии Мои Нет Вот И Я Еще раз Говорю Это Та же Как я Готов Отдать Душу Дьяволу Я Готов Отдать Душу И Левой Оппозиции А Вы Прежде Чем Вот Эту Провокацию Устраивать Настоящая Провокация Вот Вместо Чтобы Вот так Делать Чтобы Подразумевался Я Не то Что Я Именно Подразумевался Железов Вы Мне Чем Нибудь Помогли Вы Сказали Что Мы Только Придем К власти Мы Напишем Миллион Экземпляров Ваших Книг И Они Попадут В Библиотеки А Я На Вырученный Гонорар Еще Больше Буду Людям Помогать Чем Я Сейчас Помогаю И Не Только Посадоводство Вот И К сожалению Вот Так Но Я Не Это Хотел Вам Показать А Вот Не Это Не Это Не Это Сейчас 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 Вот Вот Жалко Я Сейчас Не Найду То Что Хотел Ладно Мы Не Последний Раз Встречаемся Вот Итак Фотографии Из Питомника Железова Младшего Железова Сергея Вот Это Для Обывателя Тоже Почему Можно Один Раз Потратиться Вероятность Что Большая Часть Будет Жить Плодоносить Реально Так И На этом Можно Остановиться Он Станет Одним Из лучших Садов Подмосковья Но У него Не будет Точки Роста Понимаете Чем я Говорю Мы До Этого Дойдем Второй Метод Метод Тыка Вот Это Одна Из Многочисленных Фотографий Итак Косточки Я продаю От Самых Простых От Самых Простых То Есть Манджурсов Вы Уже Видели Какие Они Результаты Дают Великолепные Результаты Каждое Дерево Выращенное Из косточки Моего Манджурса Патриарха Лучше Самого Патриарха Плоды И Да Роскошнейших Вот И тут Получается Или идти Медленно Начинаете Вы А не Ниже Покажу 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 Так Второе Направление Смотрите Плодопитомник С развитием Маточный Сад И Доходы Сразу Сразу Почему Сейчас Убедитесь И лучший Сад Пока Подмосковье Вот Тут вопрос Или Моносад Почему 24 сотки Конечно Это много Это четверть Гектара Но Это все Таки 24 сотки Вот И Вот Смотрите Вот Эта фотография Кусочек Сергея Питомника Вот Он выросил Абрикосы Вот Они Так Растут У них Такая Схожесть Если Конечно Умете И Вот Что Дальше Вы Если Вы Пишите Ну Сколько Здесь Он Садил Косточек Ну Может Тысячу Может Две А Кто Знает Вот Зашли Может Процентов Девяносто А Может Девяносто 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 Девять Под моим Брендом Что Это Саженцы Железа Потому Что Альтернативы Им Нет Вот А Продал А он Еще Не Успел А У Вас До Воды Допустим Два Метра Ну Так Вы Спрашивали У Соседей Колодцы Есть Аркадий У Вас Получается Ну Хорошо Если Два С Половина Ну Повезет В Верс Частья Ну Три Купил Продал Купил Продал Представим Вы Можете Уже Смело Писать Филиал С моего Добра С моего Я Это Таможня Дает Добро Филиал Сада Железова И Они Уже Будут Пользоваться Определенным Спросом К сожалению Не все Меня знают Садоводы И Конечно Большинство Не доехав До вас А хорошо Продавать На месте На месте Вот Не доехав До меня То есть До вас В данном случае До вас И Купил На месте Ну Их Брали У вас Народ богаче Это так Как Вот Вырастила Видели Ту девочку Которая Позировала Она Закончил Университет Завела Свой питомник Как там Было Она Продавала Эти Я вам Ниже Покажу Волочные Вишни А вот Сейчас К месту Этот разговор А Вырастила Получила Урожай А это Узна Качество Когда уже Урожай Свой Не с моего Сада Которая А уже С ее Сада Вырастила Первый Приехав Сказал Я забираю Все Первый Я забираю Все Видите Как здорово Тем более Что это качество Гарантированное Так как С моего Сада Видите Косточки Они же С плодов И вот Такой Интересный Мариант Получается Вот А почему У нее Так Потому что Я живу В Таежном Тупике Кругом Нищета Я не Привеличиваю Колония Настоящая Все Кто мог Выехал Отсюда Завод Работает Доходы Уходят Как сказал Этот самый Наш Сенатор Доходы Оцианского Завода Сравнимы С Доходами Да Налог Сравнимы С налогом От маленького Пивного Заводика Представляете Завод гиганта Выпускает Алюминий А второй гигант Еще гигант Это ГЭС И тот От маленького Пивного Заводика Это было сказано В Москве Ну дальше Начинается Уже политика Вот Это называется Караул грабят А получается Что уже Морские Город крупнее Уже В ход пошли Видите Я соблазняю Как дьявол Теперь я Как дьявол В Омске Первый же сказал Я забираюсь Это ее письмо Я забираюсь Все сажутся Вот тебе Это Проблема Никакой головной боли И у вас Если вот такое Появится Они же еще Не успеют Дойти до этого У вас Единственное Что они могут быть Поменьше Суглина Сдерживает рост Я вырастил А я говорю Как есть Не собираюсь Не уговаривать Не отговаривать Нет Если я вас Отговорю Что я заработаю Извините А на вас Вот если это Тысяча костей Это со скидкой 20 тысяч рублей Я заработаю Это не шутки Вроде много Вроде мало Иметь дерево Которое потом Даст сотни ветер За 20 рублей Умеючи А вы видите Что это не сказки И вот получается Что вы На этом Останавливаетесь И у вас Появляется Филиал Питомника Уже Сергей Железов И сада Валерия Железов Вот так Вот так Ну Соблазнил Нет Ах нет Ах Как вы сказали Что вы готовы Селекцией заняться Я вас Ловлю за руку Смотрите Потом вот эти деревья Вот эти деревья Привитые на месте За один год За одно лето Дают вот такое чудо Так Вот Мне приходится Постоянно молиться Почему Потому что Так сложилось Так сложилось Что Поверить это невозможно Три человека Они Самые авторитетные В наших краях Два человека Ученые Оба кандидата Наук Плюс Прежний Я не скрываю Это Курдюмов Николай Иванович Давали Этим однолетним Саленцам И трех до пяти лет Они По своему правы Почему Один из секретов Прививка на двухлетний Подвой Подвой выращен Из косточек Взятых С огромнейшего Мощного Манджурского Абрикоса Так Венточки взяты По железу То есть Челенок Неоткуда попало И вот с этими Моими Маленькими секретами Получается За одно лето Вот такие деревья Да Плюс Прекраснейшее Длиннейшее Лето С этим самым Каждый третий день Четвертый Дождь Тепло Стояло Невероятно Не каждый год Так получается Но что было То было Вот Это крайний случай Вам такого Наверное Не видать У вас Должны быть Все-таки Немножко Они поменьше Как я посадил В прошлом году Тоже на Суглинок Был Есть у меня Кусочек Участка Это Академики И Королевский Абрикос Из Королевского Зашел один Академики Почти все Но зато Они мне Не доставали К осени По пояс То есть Намного Уступали Потому что Почва Тоже играет Важную роль Вот У меня Я Сутки Заряжал Но у меня Получилось Что Уже Моргает Моргает Этот самый Аккумулятор Разряжается Значит Я не понимаю Вот И получается Так что Все Покупаю Новое А пока 20 минут Прошло Все равно Она остановится Запись На 29 минутах А может И сейчас Остановится Но что Успеваю То скажу Вот это Видите Написано Железо Валерий Как у Железо А будут Ростисад В моей местности Я делал Фильм Для человека Который Задал Этот вопрос Так А вы Видите Что Все Вот эти Саженцы Цветут Вот те Самые Они вроде Однолетние Год Прошел Это весна Следующего Года Второго Года Прошел Год А вот По моим Этим Самым Мощные Даже Однолетние Саженцы Плюс Прививки По железу Дают Результаты То есть Не надо Долго ждать Урожая Вот Вот я Пишу Что Будет У вас На суглинке И при Близких Грунтовых Водах Мы Тогда Еще 24 сотки Накормили Несколько Семей Ну Согласитесь Что я Не болтаю Правда Дорого У нас Не продаж И Вот Результат Смотрите Это Снимок Ну Ему 2-3 Года Назад Это Делал Сергей Значит Подъехала Машина Раз Два Три Среди Пять Где-то 25-30 Саженцев Тут Так Ну 25 Это точно Есть Вот Заработки Подавал Он Тогда Где-то Несколько Лет Назад По Тысяче Рубля Сейчас Может И По Полторы Вот И Результат Налицо Качество Гарантировано И Вот Этот Вариант Если Вы Остановитесь На Именно На Питомнике Уже Продавая Не Только Выкопал Вручил В руку Потому что Это же Еще Без горшков Вариант С горшками Тоже Можно Продавать Именно Сеянцы И Не Только Абрикос А можно Их Еще Годик И Тогда Через Год И Пять Месяцев У вас Будет Осенью Или Через Два Года На Третью Весну У вас Получится Готовый Санкс К продаже В общем Искушаю Дальше Ну Попутно Что Говорю Значит Помните Вы Упомянули Что Вы Достанете Хороший Нож Я Показываю Свой Нож Потому Что Большинство Ножей Пишут Прививочные Даже Некуда Вот Видите Вот Эта Пяточка Это Для Окулировки Ну То То Есть Раздвигать Кору Так А Вот Это Вот Лезвие Заточено На Одну Сторону Абсолютно Большинство Ножей Даже Написано Не Окулировочные А Написано Прививочные Заточено Обе Стороны Давайте посмотрим Поближе Раз уж Этот Попался Раз уж Я его Проверил Мне Подарил Сафронов Антон Валерьевич Он Закупал Партию И продавал Но сейчас Почему-то Перестал Это Делать Итак Видите Марку Спишите Найдете В интернете Это Почти Гарантия Хотя Могут Тоже На обе Стороны Заточить Кто И Знает Вот И Лучший Нож Который В мире Который Я считаю Который Когда-то Держал В руках Вот этот Левый Эти Тоже Привыси Тоже Хороши Но По качеству Не уступают Давайте Посмотрим Название Фирмы Пусть Они Мне платили Германии Золинген Вот Вот Эта Фирма Вот Если Сможете Купить Такое Значит У вас Качество Гарантировано Это Очень Важно Очень Важно Я Такой Нож Отдал Сергею Пят Как Передал Ему Питомник А сам Пользуюсь Вот этим Ножом Который Практически Ему Не уступает Вот Все Видите Вот его Марка Вот Читайте Запоминайте Вот Разобудите Нож Пол Дело Сделано Потом Вас Заинтриговало Занислав Мои слова Называются Качущий Питомник Здесь Был сад Вон Еще Остались Горские Вон Они Видите Вот Еще Кое-где Саженцы Подрастают Но Вот Эти Деревья Которые Вы видите Крупные Они Остались Навсегда Они Вытесняют Все Меньше Меньше Вдается А питомник Переходит Вон Туда Сейчас Покажу Да И Маточный Сад Это Значит Часть А у меня Так как У меня Всего-то Полгектара Земли Мне приходится Калечить Каждый Вот Так Вырастают Делаются С помощью Специальной Обрезки Черенки На прививку Вот Поэтому Маточный Называется Вот Вот Это Более Свежий Участок Прикупили За полмиллиона Десять соток Вот И Сейчас Тут Все Еще В основном Саженцы Но Уже Видите Появляются Маточные Деревья Вот Доход От урожая Стоит ли Святаться С урожаем Так Вот Видите Это Еще Это